Клиническая картина нейротоксичности Центральная нейротоксичность 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 когда симптомы возникают через несколько часов, достигают максимума в течение нескольких дней или недель. Подострые, когда симптомы нарастают в течение нескольких недель до не более двух месяцев. Хронические симптомы развиваются на протяжении многих лет. И рецидивирующие. По клиническим признакам выделяют двигательные, чувствительные, вегетативные, смешанные полиневропатии и сочетанные, когда идет сочетание поражения корешков и нервов, называется полирадикулы невропатии. Для невролога, когда речь идет об острой полиневропатии, это всегда острые воспалительные полиневропатии, то есть это синдром Гиена-Борре и его варианты, такие как синдром Миллера-Фишера или ганглионеврит. В патогенезе периферической невропатии в настоящий момент выделяют следующие молекулярные механизмы. Это нарушение аксонового транспорта, оксидативный стресс, индукцию апоптоза, повреждение молекулы ДНК и дисфункцию потенциалозависимых ионных каналов, которые характерны для оксидеплатиновой нейротоксичности. Когда речь идет о нарушении кинетики кальциевых и натриевых каналов, то формируется таким образом болевой синдром, а при дисфункции потенциалозависимых калевых каналов формируется нейрометония. Таким образом выделяют аксонопатию, миелинопатию и страдания тела нейрона нейронопатию. Предрасполагающими факторами для развития полиневропатии выделяют внутренние и внешние. Среди внутренних это демографические признаки, возраст старше 65 лет, афроамериканцы, коморбидность заболеваний, сочетание сахарного диабета, ожирение, наличие субклинических невропатий. Генетические особенности фармакокинетики лекарств, особенности лекарственного ответа и предрасположенность к невропатиям. Внешние факторы это образ жизни, снижение физической активности, курение, употребление алкоголя. В питании выделяют дефицит витамина D и витамина B12. Также нейротоксическое лечение. Существует явная взаимосвязь между тяжестью невропатии и предрасполагающими факторами. Развитие в начале клинических проявлений острой нейротоксичности наравне с демографией и образом жизни в разы увеличивает развитие более тяжелой хронической полиневропатии с более тяжелыми проявлениями. Есть свои особенности в развитии таргетной терапии. Это периферические невропатии, синдром Гиена-Борре, миопатии и особенности иммунотерапии. Это энцефалит, менингоэнцефалит, миостыния, гравис, синдром Гиена-Борре, миелит и периферическая невропатия. Как говорилось сегодня ранее, неврологические осложнения, так же, как любые другие, оцениваются по градации CTCIE 5-й версии, где выделяют 5 степеней. 5-я степень – это смерть. 1-я степень – это без симптома наблюдается. Необходимо только наблюдение за таким пациентом. 2-я степень – это умеренно выраженные симптомы, ограничивающие повседневную деятельность. 3-я степень – ярко выраженные симптомы. 4-я степень – это жизнеугрожающее состояние. 3-я степень может быть причиной для редукции дозы химиотерапии или отмены химиотерапии. Хотелось бы представить вашему вниманию клинический случай острой нейротоксичности как побочного эффекта при использовании оксилеплатины онкологических больных. Речь идет о пациентке 47 лет, у которой в мае 2020 года во время обследований была выявлена опухоль поджелудочной железы, в связи с чем она в июле 2020 года обращается в админице-онкологии Николая Николаевича Петрова для дальнейшего обследования и лечения. Из анамнеза обращает на себя мочекаменная болезнь, литотрепсия в 2010 году, других хронических заболеваний, гинекологических заболеваний. Нет, наследственный анамнез, неотягощенный, вредных факторов труда и вредных привычек также у пациентки не отмечалось. Во время обследования в анализах крови от 2 июля повышение отмечается онкомаркера ЦА19-9, в остальном клинические и биохимические анализы крови в пределах реферсных значений. По результатам ЭГДС, КТ брюшной полости, биопсии образования головки поджелудочной железы был установлен диагноз пограничной резектабельной опухоль головки поджелудочной железы, дуктальная аденокарцинома G3 поджелудочной железы. Лечение решено было консилиум начать с предоперационной химиотерапии, в связи с чем пациентка была госпитализирована 2 сентября на хирургическое отделение МИЗ-онкологии Петрова. При осмотре в отделении жалоб не предъявляло состояние удовлетворительное со стороны органов и систем без особенностей, в клиническом и биохимическом анализах крови также без особенностей. В связи с чем начато 4 сентября проведение неодевантной полиохимиотерапии по схеме Folferenox, в 15.30 проведена антиэмитическая терапия андонситрон, с 15.30 до 17.30 введение оксалиплатина в дозе 85 мг на метр квадратный, это 135 мг внутривенно-капельно, с 18.00 до 19.20 введение иринотыкан 280 мг внутривенно-капельно. В 19.20 появились жалобы на тошноту, затрудненную речь, заикание, осипость голоса, заторможенность, дрожь в руках, ногах, ощущение нехватки воздуха. В связи с чем был вызван дежурный доктор, остановлена химиотерапия, пациентка для дальнейшего обследования, мониторинга лабораторных данных была переведена в выделение реанимации интенсивной терапии. В неврологическом статусе обращала на себя внимание общая мозговая симптоматика. Это было оглушение по шкале ГЛАЗГО 13 баллов. Периферическая неврологическая симптоматика проявлялась скованностью мышц челюсти, невнятной тихой речью, мышечным тремором в руках, снижением тонуса в левой руке. По данным клинических биохимических анализов крови, по данным ЭКГ без особенностей, по данным КТ головного мозга и органов грудной клетки, от 4 сентября также без очаговых изменений. С 5 сентября отмечалась положительная динамика. Пациентка в ясном сознании, улучшилась речь, восстановился тонус в конечностях, регрессировал тремор в руках. К 8 сентября сохранялись жалобы только на эпизодическую тошноту. В неврологическом и соматическом статусе было без особенностей. 9 сентября пациентка консультирована неврологом, противопоказаний для продолжения химиотерапии не было, и 23 сентября была продолжена химиотерапия. Таким образом, представлен клинический случай острой нейротоксичности, который вызвал сложности дифференциальной диагностики ввиду острой развившегося неврологического дефицита. Развитие ОНМК несвойственного к селеплате, но редко возникают внутричерепные кровоизлияния и тромбозы, что, собственно, и было подтверждено по данным КТ головного мозга. Еще в 1996 году был описан так называемый синдром задней обратимой энцефалопатии или пресс-синдром. Это приходящее длительностью 6-8 часов нейротоксическое состояние, проявляющееся общей мозговой симптоматикой, судорожным синдромом, головными болями, порезом, нарушением зрения, возникающей на фоне системного повышения артериального давления и проявляющимся вазогенным отеком, чего также не было выявлено по данным КТ головного мозга. Клиническая картина была представлена легкой общей мозговой симптоматикой и поражением периферической нервной системы. Для оценки тяжести периферической оксилеплатиновой невропатии использовался опросник, состоящий из 11 симптомов. У пациентки было выявлено 6 симптомов. Это третья степень тяжести оксилеплатиновой невропатии. Быстрое начало и транзиторный характер неврологической симптоматики, и наличие нейромиотонии также характерны для оксилеплатиновой нейротоксичности. Острая оксилеплатиновая невропатия не привлекает к себе большого внимания и считается менее значимой с клинической точки зрения, чем хроническая форма, поскольку в большинстве случаев она является приходящей и обратимой в течение 48-72 часов, что, собственно говоря, и происходило с пациенткой и не потребовало, к счастью, лечения. По данным крупных проспективных исследований, симптомы острой сенсорной оксилеплатиновой невропатии в дистальных отделах кистей и стоп, а также в ротоглоточной области отмечают от 95%. Таким образом, можно выделить пациентов с более тяжелой острой невропатией во время первого цикла терапии в группы риска развития впоследствии хронической нейротоксичности. Спасибо за внимание.